40-45 миллионов тонн добычи, каждая, да? То есть, это вот надо вывести из эксплуатации три крупнейших месторождения России, и этого все равно не хватит, чтобы выполнить то, что мы вот в четверг вместе с ОПЕК подписали. Как они это технически будут делать? Вы смотрите, Россия не справилась даже с относительно небольшим сокращением добычи, которое было предусмотрено соглашением с ОПЕК, которое действовало последние три с небольшим годом. Мы там обещали сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день, и практически никогда это не выполняли. О чем мы вам здесь в эфире программы «Где деньги?» постоянно рассказывали. Это сначала прятали, но потом мы здесь вам об этом говорили, потом это вышло наружу и стало предметом международного скандала. 300 тысяч баррелей в день – это где-то типа 15 миллионов тонн в год. Вот мы не справились даже с таким сокращением. Что говорить о сокращении в 140 миллионов тонн в год? Это половина того, что Россия добывала в 90-е годы, например. То есть, что придется делать? Многое из этого объяснял известный эксперт по нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Можете почитать его в последнее интервью. Я там не во всем с ним согласен. Он считает, что надо было договариваться с саудовцами. Я не вижу предмета и смысла. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Но он говорит правильно, что придется консервировать десятки тысяч скважин. Это очень дорогостоящее дело. Причем на обводненных месторождениях вы вообще потом, может быть, не сможете эту скважину обратно ввести в эксплуатацию. Придется бурить новую. Если вывод скважины продлится два месяца и более, это значит, что там точно придется делать капитальный ремонт скважины. После застоя всего этого оборудования и так далее. Это фактически равнозначно бурению новой. То есть, это просто колоссальное напряжение для отрасли. Я бы сказал, что это сопоставимо по масштабу. Вот такое выведение добычи, как два лукоила. Это сопоставимо с вообще проектом освоения нефтегазовых ресурсов Западной Сибири в 60-е и 70-е годы в СССР. Как мне вот нефтяник один сказал, там был герой, глава глав Тюмен нефтегаза, герой освоения нефтегазовой Сибири Виктор Муравленко. Ну, он давно умер, ему памятник стоит, кстати, там в Тюменской области. И, собственно говоря, вот один нефтяник мне сказал, слушай, ну нам придется Муравленко эксгумировать, потому что кто может такого масштаба задачу решить в нашей нефтеотрасли сегодня, я как-то даже не представляю. Закрыть там 30 тысяч скважин, снизить добычу на 140 миллионов тонн в годовом выражении. И, кстати, вот очень многие говорят, пишут в комментариях, ну ведь это же всего на два месяца. Ребят, это неправильно, некорректно так говорить, потому что с нашими скважинами, с нашими месторождениями вы никогда не знаете. То есть вот вы выведете их из эксплуатации, а вот сможете ли вы их обратно ввести, это как бы большой вопрос. Это вот ровно та причина, по которой российские нефтяные компании никогда не хотели эту добычу сокращать, потому что это очень тяжелое, геморройное, дорогостоящее дело.